едем дальше и вот на этот раз проезжаем чебоксары в этом году третий раз этот город на путях моей жизни стоит и пятый раз в истории но на этот раз здесь лето в разгаре 30 градусов и солнце яркое как на провансальских картинах ван гога тема которая точно даже не с краю внимания любого инвестора по центральному месту по крайней мере одному из центральных эта тема доллара что же с ним происходит и в последнее время вновь стало популярно звучит имя стивена роуча знаменитого американского экономического армагеддонщика по масштабам воздействия на мир на информационное пространство конечно не сравнивого несравнимого с точки зрения масштаба глобального с армагеддонщиками нашими даже если их имена кому-то известны чуть более случилось то собственно о чем стивен роуч говорил всегда говорил особенно активно год назад угроза долларовые инфляции и инфляция в сша сегодня стала фактором который рассматривается как негативный уже даже больше чем фактор коронавируса но может быть несколько меньше чем фактор перегрета сити рынка который на мой взгляд вообще не стоит учитывать однако конечно необходимо поправка стивен роуч ровно год назад говорил о том что увидит предрасположенность к 30 процентной инфляции к 30 процентному обвалу доллара что для валюты такого масштаба почти сравнимо с катастрофой сегодня мы видим что 4 5 процентная долларовая инфляция некоторые говорят о том что ее потенциал выше в общем уже создает предпосылки для определенных брожений телодвижений как на фондовом рынке так и в экономике вообще и эта тема всегда особенно актуальна для россии поскольку у нас конечно же как-то вот жадно общество предрасположено ко всем темам связанным с тем что завтра рухнет и доллар ли завтра рухнет по прогнозам рубль ли завтра рухнет иногда кажется что это настолько неважно что примерно как в песне высоцкого плевать чего но чтоб красиво и недавнее громкое заявление министра финансов россии сделано максимально в публичном пространстве а именно на петербургском экономическом форуме что россия полностью отказывается от доллара в фонде национального благосостояния она конечно не то что подлела масло в огонь но сделала в тему доллара еще более актуальной тем более в россии до сих пор находятся люди которые вполне серьезно могут решить что вот это решение одной из развивающихся стран правда довольно мощный по резервам отказаться от долларов в одном из видов своих резервов напомню еще раз что речь идет только о фонде национального благосостояния а это лишь один из резервных институтов существующих в россии что вот это решение может каким-то образом серьезно повлиять на доллар в чести российских монетарных властей в том числе минфина нужно отнести одну вещь которую о которой написал евгений коган он справедливо попрыгнул многих экспертов аналитиков и кстати ко мне его упрек тоже относится что вот помните когда в феврале часть долларов резервов перед было переложено в юани и иены произошла просадка и вы все писали о потерях много миллиардных которые связаны с этим что же вы теперь не пишите что все это отыграло назад и сегодня это решение выглядит уже наоборот позитивным прибыльным для российских резервов да действительно это так я правда не думаю что отказ россии заявленные громко задекларированный год долларов фонде национального благосостояния это исключительно математическое такое расчетливое холодное решение если бы она была таковым то она однозначно заявление само делалось бы не на форуме под гром аплодисментов и темы повышения пенсий на несколько там сотен рублей и поедания бока барашка который был зафиксирован в меню форума за 17 тысяч рублей за блюдо так что оставим в стороне вот эти полуполитические игры россии с долларом поговорим о том что может быть собственно дальше ну во первых конечно положение доллара выглядит в этой ситуации достаточно таким сложным тем более что американской экономике конечно же вот этот ослабший доллар в какой-то степени в значительной даже степени весьма и весьма выгоден поэтому представить что администрация байдена будет бороться с ослаблением доллара конечно же невозможно а вот то что она будет бороться с инфляцией это что угроза слишком большого разгона инфляции в конечном счете может превысить выгоды от понижения курса доллара это конечно же очевидно решение может быть скорее всего в основном одно и она будет решение не администрация решение фрс то о чем я повторял последние полгода заявление фрс о том что в ближайшие годы до двадцать третьего года ставка не будет меняться это все таки скорее декларация намерения а не конкретная гарантия и при определенных действиях я полагаю что фрс может чуть-чуть сдернуть ставку наверх хотя бы на двадцать пять сотых процента до 0 5 для того чтобы как раз таки нанести весьма существенный удар по этой самой инфляции и как бы решить вопрос если это произойдет то конечно же в моменте это вызовет охлаждение серьезные на рынке наверное коррекцию и я думаю что вот так как эта тема косвенно является тоже темой доллара что к этой возможности инвестор мало инвестор просто должен быть психологически готов то есть не бояться ту коррекцию которая случится опять же такая конструкция сложная довольно таки если фрс все-таки досрочно вопреки своим декларациям повысит ставку ради того чтобы обуздать инфляцию почему не бояться казалось бы это очевидно да мы и не боимся что тут предупреждать потому что в момент этого решения и в момент этой коррекции будет выдан вал различных экспертиз аналитических заключений на гора будет выдан целый сон мыслей что сейчас происходит что ожидать и не обязательно они будут плохими но среди этих мыслей будут конечно очередное обострение армагедонства всякого плана и очередные всевозможные пужалки и привидения вот к этому надо быть готовым преступление на крыше тебе страшно мне нет информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля а может быть уже управляете в любом случае вы уже знаете что для того чтобы портфель оказался прибыльным необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования а чтобы покупка оказалась правильной придется разбираться финансовых документах графиках и формулах специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис райд робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране выберет и порекомендует лучшие из них с 2016 года райд помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно акции каких компаний могут быть вашим инвестиционным портфелем узнайте на rg.ht сервис бесплатный ссылка на сервис райд в описании под видео информация о полезных сервисах ресурсах и возможностях для инвесторов и всех кто управляет своими деньгами тема инвестиций в недвижимость все чаще звучит в комментариях и вопросах зрителей нашего канала тем нашим зрителям которые хотят детально изучить сегодняшние инвестиционные возможности и форматы на рынке недвижимости рекомендуем канал виктора зубика смарт канал смарт это блока недвижимости и о том как правильно покупать и инвестировать в новостройки на канале смарт вас ждет большое количество полезной информации например виктор рассказывает про свои и клиентские кейсы по инвестициям в жилую недвижимость делится с подписчиками секретами и рассказывает про возможности риски при покупке квартиры от застройщика отдельный акцент виктор делает на стратегию по инвестициям в жилую недвижимость в роликах он рассказывает про собственный опыт и каждое воскресенье проводят прямые эфиры с инвестиционными обзорами на рынке недвижимости москвы и московской области переходите на канал виктора чтобы инвестировать в недвижимость с умом еще один момент который связан с начавшейся меняться ситуации долларом мире это конечно же личные сбережения но вот тут важно отделить сбережения от инвестиций идеальная ситуация это конечно же диверсификация по валютам недавно мы выпускали видео на эту тему что из чего составлять свой личный капитал кроме доллара поэтому повторяться не буду к этим валютам относятся на мой взгляд сегодня к интересным валютам и швейцарские франки в какой-то степени евро и конечно же британский фунт и шведская крона но дело не в этом дело в том что этот совет для активного биржевого инвестора он де-факто фактически бесполезен потому что любой инвестор в мире имеет выбор если его капитал полностью или в основном находится в инвестициях имеет выбор в общем-то невеликий это национальная валюта своей страны в нашем случае рубль и это доллар как единственная универсальная инвестиционная валюта мира и соответственно вопрос окей диверсификация отлично но как же мне применить если я инвестор до полностью применить не удастся вообще но возможно удастся сделать такое не очень громко не супер эффектное но на мой взгляд интересное необходимое решение в той части вашего личного капитала которая является инвестиционным портфелем вы вынуждена делаете ставку на доллар или на национальную валюту страны в которой вы работаете на бирже а вот в другой части потому что личный капитал инвестиционный портфель все-таки как правило не тождественной кроме инвестиционного портфеля есть сбережения есть депозиты есть какие-то иные формы вложения денег так вот в этой части возможно разумно сделать как раз таки акцент не на доллар а вот на валюты альтернативы на фунт на франк на евро и на шведскую крону и вот эта конструкция обеспечит вам еще больше устойчивость хотя в целом большой угрозы доллару я конечно же не вижу по сегодняшней ситуации я полагаю что в лучшем раскладе мы в ближайшее время увидим что темпы инфляции под предполагаемой конечной годовой инфляции в долларовой зоне стабилизируются что мы будем иметь какой-то весьма впечатляющую для американской экономики цифру но по крайней мере будем видеть что темпы перестали расти понадобится решение фрс или что называется само в силу других факторов хорошем смысле само рассосется пока не ясно но так или иначе думаю что вот этот пасьянс у администрации соблюданием инфляционной угрозы все-таки сложится что касается такого весьма утилитарного прагматичного и прозаичного момента как рубль доллар вот эта вечная дилемма которая стоит в россии перед каждым практически человеком даже не инвестором даже человек который в общем не обладает пресловутым личным капиталом то напомню вот в своем прогнозе на майя ошибся рубль оказался крепче чем я предполагал крепче примерно на 3 рубля за доллар мой прогноз на июнь остается пока в общем-то прежним что это будет боковик в районе 74 75 рублей за доллар мы сегодня в моменте видим укрепление рубля до более высокого уровня и кто желает может вполне меня упрекнуть сказать кажется ваш прогноз на июнь тоже излишне пессимистичен по отношению к рублю я думаю что все таки мы увидим в ближайшее время возвращение в этот боковик и это будет сделано благодаря двум факторам во-первых если администрации байдена удастся обуздать инфляцию а во-вторых российский минфин рано или поздно будет просто таки вынужден нести свою лепту чтобы поддерживать вот этот пресловутый и по сути определяющий всю суть к сожалению нашей экономики паритет между интересами хозяев нашей экономики то есть сырьевых олигархов которым выгодно максимальная маржа между сырьем которые продаются доллары и затратами в том числе на оплату российского труда который делается в рублях и интересами социальными ну скажем прямо интересами предвыборными и мне кажется что вот фокус когда сходятся эти два разнонаправленных вектора это как раз боковик в районе 74 75 рублей за доллар когда сырьевики скажут ладно сойдет все нормально с валютной маржой с точки зрения прибыли а народ после определенных изменений скажет что ничего достаточно крепкий курс жить можно как не примитивно это звучит вот примерно на таком уровне баланса в топ плюс поправки на платежный баланс страны на ситуацию с резервами но в целом примерно на таком примитивном уровне размышления силков в общем-то и держится по крайней мере в предвыборные периоды вся наша денежно-кредитная политика в той ее части которая направлена на поддержание того или иного курса рубля об этой парадигме российской экономики даешь дешевые рубль чтобы нам было выгодно жить и даже не парадигме а пожалуй единственном оселки бизнесовом оселки российской экономики и одновременно ее проклятие пожалуй стоит как-нибудь поговорить отдельно но не хочется портить вот этот замечательный летний день и эту замечательную дорогу по очень красивой стране размышлениями о столь печальных реальностях так что об этом следующий раз хочется больше плюшек от команды финверсия тогда инвест клуб финверсия это то что вам нужно ежемесячный стрим выбор имитентов обучающие инвестиционные вебинары новые книги серии библиотека финверсия стать участником инвест клуба финверсия можно оформив ежемесячный абонемент нажмите кнопку спонсировать под любым видео канала финверсия tv и оформите подписку станьте участником нового инвест клуба «Финверсия». Больше информации о инвест-клубе «Финверсия» вы можете найти в описании к видео.